Э, казахи, вас как нации не существует и не существовало, вы себя придумали вот лет 200 назад, государства такого Казахстана никогда не было, вы че там, себя поверили что ли, э казахи, вы никто, и звать вас никак, вы татаро-монголы, а не казахи, понятно? Ух, представляю, как сейчас шовинисты налетят сюда, да, так и есть, а че вы хотели, в комментариях начнут умничать, псевдо-нереальные историки, Вася, геополитики налетят сейчас, да, так и есть. Это вообще не мои слова, это слова одного чудика с Астаны, Илюша его зовут, он родился здесь, в Казахстане, но, как он сами говорит, каким-то макаром приобрел себе российский паспорт. А сейчас в Астане он работает, и он наслаждается жизнью, он говорит, сюда придет Путин со своей армией захватывать, мне ничего не будет, я, говорит, русский, у меня паспорт российский, я также буду отдыхать, мне в Казахстане хорошо, мне вообще, короче, поровну, как, че, почем будет. Вот такое вот, Илюша. Сейчас вы послушаете его речь, да, знаменитую. Он попался в чат-рулетки пану Василию, я так понимаю, что это было года полтора назад, но вот огласки, вы знаете, да, у пана Василия очень много каналов его было закрыто. Кстати говоря, на его канал можете подписаться, в описании под этим видео будет ссылка на его канал. Ну, совсем недавно, женщина уже помните, да, которая три года назад попалась тоже в чат-рулетки, говорит, заберите Петропавловск, как их забрали в Крым. И сколько, полтора или три года, короче, ей трешку влепили. Три года будет теперь чалиться. Возможно, и этому Илюше что-то прилетит. Ну, по крайней мере, пускай прилетит ему депорт. Вот, пускай едет к себе в Россию, он же гражданин России, пускай едет туда, там покайфует. Сейчас послушаем вот этот вот отрезок его небольшой, я вырезал там и маты, полную версию его, вот этой вот знаменитой речи, да, Версальской. Сможете послушать у меня в телеграм-канале Азмаз, вот-вот здесь вот будет ссылка на мой телеграм-канал, там полная версия, я ее выложу туда. А, также ссылочку оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Ал, Казахтырынде осы бағдарламаны көргіміз келесе, және басқа бағдарламаларды менім Азмаз, Казахша Ютуб парақшамнан көре аласыз. Соған, сізгел көн өтніш, қосылыныз, мене осы сілтемемен, осы сілтемесін, мен видео настында да қалтырам. Аз, көрі түркельген, коментарей дабыл, а түх-тех-тех, ол коментария дабыл түргіміз келесе, мен тіриған-парашамбуллады. А, что в любом случае, ол лайк. Ендэ, давайте мене, Илья Дыген, дадим этому Илье слово, пускай расскажет свою точку зрения. Пускай выскажет, что он думает про нас, Казахов. Поехали! Вообще родился я здесь, в Казахстане, но у меня паспорт русский. Захватят Казахстан, и я также останусь здесь жить. И ничего не изменится, меня никто не тронет, у меня российский паспорт. Ты почему землей казахской п*** распоряжается? Ты кто такой? Кто сказал, что вообще казахская земля существовала? Существует. А что, не было казахской земли? Братан, ведь учите историю. Казахстану, так сказать, народу казахстанскому 200 лет, там они сами себя п*** придумали. А столица Казахстана Оренбург и когда был? Оренбург, это когда была столица Казахстана? В каком году? Оренбург, столица Казахстана, в каком году была? Оренбург. Столица Казахстана? Да. Тебе сук, или нет? Историю не знаешь? Астрахань, Саратов, Курган, Оренбург, Алтай, Кюмень, это все казахские земли? Нет, российские. Какие? Российские земли. Что такое российские? Сейчас российские, а это исконно казахские земли. Ну ты живешь в Казахстане, я откуда знаю? Нет такого народа, нет такой нации. Как нет такой нации? Ну им 20 лет назад. А до 200 лет кто жил в Казахстане? Монголо-Татарская ига. Монголо-Татарская ига? А Кенесары Хан кем был? Монголо-Татар. А как можно соединить монголо и татары? Монголо это одно, татары на другое. Это уже в истории надо смотреть. А ты же историю знаешь, как могли быть монголо и татары? Ну, визуально были монголо-татары, получились монголо-татары. Да нет, по-моему ты получился, когда монголо-татары были. Ну вот так вот. Вот так вот. Обратили, если вы внимали, как только пан Василий начинает задавать этому гиганту истории адекватные вопросы, тот сразу же спрыгивает. Ну, почитайте, говорит, историю. А когда он ему преподносит, как говорится, x, y и кратко к его носику, говорит, ну вот как он. Вот тот сразу плывет. Он где-то насосался, да, блатных x, y и кратких, да, и думает то, что он уже все за все шарит. Ну вот стоит его чуть-чуть вот так вот ковырнуть, так вот он все раз и развалился. Ну и в конце выходит из эфира. Потому что сказать нечего. Потому что все его слова – это лозунги. Это пропаганда. И все. Ему ощущать тот факт, что мы казахи, мы великий народ, и Казахстан – это свободное государство, где живется ему хорошо в том числе. Для него это губитель. Потому что это не входит в парадигму его конченного тупого мышления. Вот так выглядит, джентльмен. Оставьте свое мнение по этому поводу в комментариях под этим видео. Опять же повторюсь, захотите услышать полную версию его речи, да, заскакивайте ко мне в телеграм-канал. Мы там говорим не только об этом, там о многих интересных темах. У нас там обсуждение идет прям такое хорошее. Но прежде чем что-то написать, обязательно ознакомьтесь с правилами группы. И на казахском, и на русском языках. Там все есть, все поймете. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула Азмас Шоу. Всем пока. Салам алейкум. Аравидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok